Ред Кэт Как получить быстрее всего бейджик в этой игре? Мы просто тонем и получаем за это бейджик. Все просто. Приветствую вас на канале Ред Кэт. Сегодня я с вами поиграю в круиз. Это история про круиз, которую вы долго у меня просите, чтобы я ее записал. И вот наконец-то на канале Ред Кэт Роблакс вы можете увидеть эту историю. Смотрите какой огромный круизный лайнер. Сейчас мы поедем и узнаем все секреты этого лайнера. Я вам расскажу про все пасхалки, про все секреты, которые есть в этой игре. И прямо сейчас мы отправляемся их узнавать. Всем привет! Добро пожаловать на карнавальный круиз. А это будет, ребята, наш ведущий. Меня зовут Джек. Я буду вашим ведущим на этой лодочной вечеринке. Круто! Обожаю вечеринки. На этом лайнере круиз нам очень много комнат. Так почему бы вам не отправиться и не исследовать их? Не забудь исследовать каждый угол. Ты можешь быть очень удивлен, найдя секреты, которые здесь спрятаны. Также убедись в том, что ты занял комнату на втором этаже. Она тебе понадобится позже. Вау, круто! Целый корабль в нашем распоряжении. Давайте быстренько подпишемся на мою строчку Рэдка. Я ее в инстаграме, кто этого еще не сделал. Ну а также напоминаю, что там скоро будет розыгрыш робокс. Поэтому кому надо робокс, можете попробовать. Но если вы не выиграете, не надо меня хейтить. На канал мой подпишись. Лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребята, я сейчас показываю вам секретную комнатку. Смотрите, оп-оп-оп-оп. И здесь вы можете получить бейджик за то, что мы нашли разработчика этого плейса. Вот здесь он себя спрятал в этой комнатке. Но мы все равно его нашли. Заодно еще и робокс заработали. Очень удобно. Два в одном, так сказать. Ну что, ребята, мы можем занимать абсолютно любую просто комнату, любую кровать. Чтобы вечером, когда мы нагуляемся, на вечеринках, на дискотеках, чтобы мы потом не искали себе места для ночлега. Так, собираю денежки. Но вы можете пока поставить лайк под этим видосиками, если вам нравится. Можете не ставить, если не нравится. Все на ваше усмотрение. Ну что, ребята, круто! С возвращением! Тебе было весело, когда ты исследовал корабль. Это отлично. И сейчас настало время поиграть. Итак, внимание, правила. Так, я готов. Я вам сейчас буду загадывать какую-то рандомную вещь, которую нужно найти где-то на этом круизном корабле. Как только вы это найдете, приносите мне. Ух, ес, ес, ес. Я готов. Я бегу. Более того, если вы найдете первый и принесете мне, то получится целых 15 круизных баксов. Ну что, вы готовы? Да! Давай команду, что искать? Принесите мне вилку. Ох, вилочку. Погнали, ребята. Второй предмет, который нужно принести мне, это туалетная бумага. К сожалению, в первый раз я не смог найти первым. Туалетная бумага находится в туалете. Но сейчас я хочу побежать в другое место для того, чтобы взять там косточку и подружиться с песиком, который, оказывается, тоже живет на этом кораблике. Я думаю, это круче, чем искать какую-то туалетную бумагу. Вот она, косточка. И теперь... Принесите мне золотой билетик. И теперь, пока все будут искать золотой билетик, я ищу золотую собачку. Вот он, наш песик. Есть! Я подружился с песиком и за это получил бейджик. Я думаю, что это намного круче, чем искать какой-то непонятный золотой билетик. Тем более, что тут, в принципе, деньги нужны только для двух, скажем так, условий. Либо же вы хотите пройти бейджик, получить на 100 долларов, которые вы получите в игре, либо же вам нужно что-то купить, к примеру, чтобы выжить. А вот, кстати, золотой билетик я вот тоже подобрал, но кто-то, я видел, уже бежал передо мной, поэтому смысла особого в нем уже нет. Смотрите, тут есть бита, и надо еще 10 билетиков собрать. Ух ты, я уже один получил. Трусти автоматики, из них падают билетики. Уху, клево, сейчас я соберу... А, нет, не успел, увы и ах. Ну что ж, давайте смотреть, что будет дальше на нашей вечеринке. Ну что ж, ребята, вы очень хороши в этом. Да, мы крутые. Давайте сменим игру. Почему бы нет, давайте поиграем в прятки. На этот раз мы поиграем в игру Увернись от мячика. Ну, тоже можно, давай поиграем в эту игру. Это будет две команды. Так, я в красной. Синяя команда с левой стороны. Ну, а, соответственно, красная команда с правой стороны. Все ко мне, ребята, в команду чемпионов. И попробуйте просто уворачиваться от мячика. Так, ну что, ребята, крутая была игра. Мы поиграли и, по-моему, наша команда победила. Но это не точно. Еее, красная команда победила. Фух. Это было реально весело, но сейчас наступает уже вечернее время. И после всех этих... Невозможно, вы очень проголодались. Поэтому можете отправиться в буфет в любое время, как только вы захотите. Окей. Ну, а для вас есть небольшой бесплатный подарок. Это кусочки пиццы для каждого из вас. Убедитесь, что вам хватит места для каждого. Подождите. Так, мы куда-то бежим. Собаки мне показывают какое-то секретное место. Так, подходим сюда. Нажимаем. О-о-о. Ничего себе. Я получил еще один секретный бейджик. На канал мой подпишись. Лайк поставь мне, не скупись. Также убедитесь, что у вас есть кровать для ночлега. Уже очень поздно. Ой, я совсем забыл. Савтра у нас будет ужин с капитаном. Убедитесь, что вы хорошо отдохнете. Доброй ночи всем. Смотрите, классно. Собачка со мной подружилась, и теперь она будет спать вместе со мной. Это круто. У меня теперь появился свой друг на этом кораблике. Что это? Я проснулся поздно ночью от каких-то звуков. Смотрите. Ребята, смотрите в окно. Смотрите, там какой-то корабль. Это корабль-призрак? Ничего себе. Что-то мне жутко. Не по себе. О, нет. Кошмар. Это становится темнее. Отсутствует свет на лайнере. Мы должны добраться до включателя и найти помощь. Да, полностью согласен. Какая-то мистика происходит на этом корабле. О, ребята, вы проснулись. Да, мы проснулись. Это, возможно, был скачок электричества. Я сожалею. Но, Джек, тут такая беда приключилась. Короче, мы видели какой-то призрак, корабль, который плавает где-то там с бортом. Он ужасный, он нас испугал. Джек, что делать, что делать нам? Расскажи нам. Ну, ты видел? Там что-то плавает снаружи. А вы, ребята, уверены, что это не был просто ночной кошмар? Не знаю. В любом случае, я вам верю, ребята, и нам надо как-то починить электричество. Поэтому давайте-ка попробуем найти комнату, где включается электричество. Но я потерял где-то карточку-ключ. Может, вы поможете мне отыскать карту-ключ? Да, конечно. Мне кажется, последний раз я ее видел где-то в туалете. Give it back. Отдай это обратно. Что это за надпись? Кто ее оставил? Тут ее не было с утра. Кто-то с нами тут шутит. Надо показать Джеку. Держи, Джек. О, спасибо большое за ключ тебе, RedCatYouTube. Пожалуйста. Можете сделать мне еще одну услугу? Какую? Я не могу пойти туда. Может, вы мне поможете отыскать генератор там? Так, подождите. Точно? Да, смотрите. Отлично, спасибо. Дверь теперь не заперта. А вот, кстати, туалетная бумага. Но будьте аккуратны, там очень высокий вольтаж. Я отправляюсь обратно. Нужно, чтобы Джек разобрался, кто пишет это. Что это вообще происходит? Так, а что здесь? Какие-то непонятные штуки. Ого, ничего себе. Я почти умер. Буквально секунды не хватило. И все, меня бы тут разрубило. Не-е-е, вы восстановили электричество. Кошмар. Я все свое хп потратил. Теперь нужно собирать баксы. Мне нужно, наверное, будет пойти что-то себе купить, поесть. Хм. Пошли проверим. Что там такое? Что проверим? А? Ты о чем? А, привет. Привет, Джек. Смотри, ну тут точно была надпись. Неужели вы не видите? Я не знаю, кто ее стер, но я ее точно видел. На той стене была надпись. Хм. Я думаю, ребята, вам нужен просто отдых. Я понимаю, что ты не веришь, но она была. Я сообщу капитану о том, что случилось. Спасибо, Джек. Я надеюсь, что мне нужно просто выспаться. Помните, завтра у нас будет с капитаном ужин. Так что давайте-ка быстренько в кровати. Да, странный какой-то лайнер. Была надпись, но мы пришли с Джеком, и ее уже не было. Она просто исчезла. Хотя я уверен, что я ее видел. Ладно, в любом случае мне нужно подкрепиться, потому что у меня уже почти не осталось здоровья. У меня есть 50 баксов, и я решил все их потратить на то, чтобы немножко поесть. Когда я ем, у меня восстанавливается здоровье. Я не знаю, что еще предстоит мне пережить на этом лайнере, поэтому нужно поесть основательно. Вау, круто. Доброе утро всем. Сегодня у нас будет ужин с капитаном. Прикольно. Красиво-то как. Я выбираю вот этот вот, конечно же. Костюмчик. С розочкой. Ой, мне еще пицца осталась со вчерашнего дня. Я ее доел. Да, конечно, она не резиновая, но ничего, с утра вкуснее нету вчерашней пиццы. Какой красивый вид у меня из каюты. Это просто фантастика. Мы выглядим все отлично. Давайте спустимся в комнатку игровую, где мы должны найти Джека. Ух ты, игровая комнатка. Обожаю игры. Надеюсь, там есть приставка PlayStation, что-нибудь такое. Так, спускаемся вниз. Где наша комнатка? О, вау, ничего себе, сколько тут всего интересного. Я тут еще не все рассмотрел. Вау, шарики какие-то. Классно. Так, что-то билетики-то уже не падают. У меня уже 5 билетиков. Но, чтобы получить биту, надо 10 билетиков. Ай-яй-яй, ребята, видимо, уже подобрали все билеты. 7. Так, тут как стрелять куда-то? Непонятно. Куда же могли деть еще билетики? Ай-яй-яй-яй. Так, так, тут тоже нету. Не знаю, не знаю, ну, 7 билетиков. Еще буквально 2-3 билетика и все, будет круто. Ну, где они? Да, что-то, что-то не работает. Подождите, автоматы сломались. Что-то, ой, опять все стало зеленым. Неужели сейчас опять этот пират появится? О, нет, вон он стоит. Смотрите. Смотрите сюда все. Этот пират появился. Я сказал, верните это обратно. А вернуть что? Я понял, это он написал ту надпись в туалете, которую я показывал Джеку, но он мне не поверил. А этот пират написал, и сейчас какие-то выбежали. О, барышня. Да, ничего себе, кто внутри. Так, вот кто прятался. Понятно. Ну что ж, ребят, мы разобрались с этими пиратами. Это ваш последний шанс. Вернуть золотой медальон вон. Иначе я потоплю этот корабль. Ого. Так вот, что он ищет. Он ищет какой-то золотой медальон. Нужно рассказать обо всем капитану. Вот он, кстати. Сегодня мы с ним встречаемся. Добро пожаловать всем, и вы выглядите великолепно. Меня зовут Эдвард Смит, и я капитан этого корабля. О, отлично, Эдвард. Я надеюсь, что вы нам поможете. Я слышал, вы познакомились с Джеком. К сожалению, он не смог присоединиться к нам. У него была сложная ночь, и он чувствует себя взболевшим. Ну а сейчас, ребята, давайте скушаем по кусочечку жареной курочки. Пока она не стала холодной. Жареная курочка, это мое любимое блюдо, вообще-то. Круто. Ну что, нужно подкрепиться. Но, ребята, рассказывают о том, что мы видели монстр, который ищет какой-то золотой медальон. О нет, это ужасно. Эм, секундочку. А вы видели, что у него на шее? Миша тоже заметил, что на шее нашего капитана, может, это и есть тот медальон, который ищет пират. Я сожалею, но я не могу вам это дать забрать. Да, что-то тут не то. Так, у меня жутко болит голова, и мы оказались в какой-то камере. Голова немножко кружится, потаснует. Эй, вы наконец-то проснулись. О, Джек, это ты. Слава богу, что ты здесь. Кстати, а где мы? Мунитазы. Ребят, расскажите, кстати, как я через костюм это делаю. Мне это очень интересно. Не снимай штаны. Оригинально. Ладно, Джек, расскажи нам, как нам спастись. Капитан увидел меня и пришел в бешенство. Последнее, что я помню, это как проснулся уже здесь. Пока я сидел в унитазе и сливал, вы, наверное, не слышали слова Джека о том, что он пробрался в комнату капитана и увидел этот медальон, который, видимо, ищет наш пират. Но когда он его увидел, это заметил капитан. И с ним что-то приключилось с Джеком. Я так подозреваю, что его либо же вырубили, либо же, как и нас, отравили. Это ужасно. Нам нужно выбраться отсюда, пока корабль призрака не появился вновь. Они потопят корабль, если мы не вернем золотой медальон обратно. Да, ты прав. Он действительно сказал, что медальон нужно вернуть в воду. Если он потопит наш корабль, то, получается, все сойдется. Вообще-то у меня есть прикольная идея. Я нашел палку у себя в камере, но не могу достать ключ. Нам надо выбраться как-то из этой камеры. К счастью, ключ ближе к вашей клетке. Так давай его сюда. Возьмите палку и попробуйте достать ключ с помощью этой палки. О! Отлично! Вы достали ключ. Прикольно. Ребята подобрали палку. Вот, видите, еще одна лежит. Открывайте дверь! И теперь мы можем выйти из нашей камеры. Ну, как же, человек? Ну, а теперь найдите голубой ключ, чтобы открыть мою дверь. Окей. Он должен быть где-то поблизости. Там что-то сверху интересное было. Давайте еще раз попробуем. Тут какой-то секретный проход. Давайте выбираться отсюда. Вау, да это же Рональдс. Что он тут делает? Рональдс, в котором мы встречались в других частях самолета. Эйрплейн. Кто не видел эту игру, обязательно посмотрите на канале. У меня есть прохождение всех трех частей этой игры. Вот этот монстр! Капитан Зеленая Борода. Черный жемчужин. Так вот ты кто. Вы украли кусочек моего сокровища. Мы ничего не брали. Мы ничего не брали. Секундочку. За этот поступок вы умрете. Да почему мы должны умирать? Это капитан схватил его. Ну я вам даю последний шанс. Да? И что нам нужно сделать? Я сейчас заберу то, что мое. Опа. Он взорвал наш корабль? О нет! Он пытается потопить корабль. Двери ломаются, когда трубы ломаются. Ничего не понял, что ты сказал. Но ладно, как отсюда выбраться? Здесь выхода нету. Нам нужно активировать 4 кнопки, чтобы открыть дверь. Прежде чем мы утонем. Так, понятно. Ищем кнопки. И нажимаем на них. Здесь вода. Или пар, я не знаю. Так, что, что, что? Это забирает здоровье или нет? Я не понимаю пока. Вижу, мерцает кнопка. Иду туда. Так, 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 так. Подождите, у меня палка. Убираю палку, нажимаю. Все, получилось. Дверь открыта. Бегите к выходу. Фух, отлично. Мы нашли все 4 кнопки. И теперь можем выбраться отсюда. Ура. Но это только начало. Ведь наш круизный лайнер сейчас тонет. И нам нужно как-то спастись. Бежать с него. Вон капитан его медальон. Я вижу его на камере. Мы почти потоплены. Да, да, я понял. Так, тут какой-то секрет явно. Круиз по-прежнему затапливается. Нам нужно убираться отсюда. Круизный лайнер тонет. Но здесь что-то спрятали. Тут у нас одна проблема. У нас нету красного ключа. Для того, чтобы открыть дверь к спасательным шлюпкам. Это комната охраны. И мы видим на камере, что происходит у капитана в кабине. О, нет. Там капитан. Так, что-то тут не так. И красный ключ от двери к спасательным шлюпкам тоже там. О, зеленый. Вы, ребята, должны как-то принести красный ключ. Так, подождите. Мне кажется, я тут что-то нашел. Я останусь здесь и буду контролировать затопление. О, зеленый. Ребята, там был бейджик, связанный с камерами. И я так подозревал... Все, я понял, что нужно сделать. Нужно последовательно нажать правильно на все камеры. И что-то произойдет. Вау, я нашел деньги, ребят. Представляете, сам случайно нашел. Я видел, что есть бейджик, который можно получить за что-то с этими камерами. Я думал, что что-то за ними прячется. Но, оказывается, нужно правильную комбинацию сделать. И тогда открывается какой-то сейф. И я там нашел денег. Вау, прикольно. 53, я уже 50 потратил. Короче, ребята, в следующем видео я могу пройти полностью еще раз карту. И насобирать целых 100 долларов для того, чтобы получить еще один бейджик. Ну что ж, мы попадаем в кабину с капитаном. И здесь действительно находим красный ключ. Я никогда не хотел, чтобы это случилось. Да, мы понимаем. Я посвятил всю свою жизнь этому кораблю и нашел это закровище. Но теперь нужно его отдать, либо же вы потеряете свой корабль. Капитан, вы должны решить, что вы хотите больше. Берите все, что вы хотите. Я остаюсь с моим кораблем и с моим сокровищем. Короче, ребята, у нас есть два варианта, что мы выберем. Забираем этот медальон, либо же просто забираем ключ и уходим отсюда. Сейчас мы выбрали все, что хотим забрать ключ. Да, ну мне кажется, что лучше бы мы забрали у него медальон и отдали пирату. Что так точно, мне кажется, потопится корабль. Ладно, в любом случае, берем. Поторопливайтесь, вода прибывает. Подбираем ключик и давайте бежать отсюда. Нам нужно сейчас бежать туда, где открывается дверь к спасательным шлюпкам. И на этих лодках мы сможем отсюда выбраться. По крайней мере, мы сможем отсюда уплыть. Если, конечно же, этот призрачный монстр нас не захочет убить. Это зеленая борода. Непонятно, пока сможем ли мы спастись. Но надо отсюда выбираться в любом случае. Корабль тоже не важно. Для нас он никакой особой значимости не имеет. Потому что у нас особой привязки к нему нет. А вот наши жизни нам дороги. Так, тут все за... О, смотрите, я нашел лун. На всякий случай я его возьму. Ой, смотрите, вот он. Вы выбрали неправильное решение. О чем ты, зеленая борода? Вы оставили капитана. И мой медальон с ним. Но он не захотел отдавать. Вы медузы? Все, кто находится на этом корабле, заслуживают его участи. Сейчас вы познакомитесь по силам. Так, ну что, зеленая борода решил утопить полностью этот корабль вместе с нами. И отправил своих прихвостей для того, чтобы они нас убили. Но мы залезли довольно-таки высоко на коробке, поэтому они здесь нас не трогают. Рога! Он злится. Если Посидон не может забрать вашу душу, он возьмет капитана. А что-то с капитаном сейчас случится. Да, зеленая борода это убежал, наверное, убивать капитана. Бедный капитан, я ему не позавидую. Давайте убираться отсюда. К сожалению, это был его выбор. Капитан мог отдать медальон этому пирату и, возможно, тогда бы он выжил. Не знаю, ребята, что будет в других концовках. Если вам понравится это видео, обязательно поставьте лайк. Я тогда пройду остальные бейджики получу. Ну, а также посмотрю, что будет в хорошей концовке. Ну, а также в эвил концовке. То есть, злодейской концовке. Ну, а сейчас я получил плохую концовку в этой игре. Окей, ребята, вот таким получилось видео. Надеюсь, что вам понравилось. До новых встреч на канале RedCat и канале RedCat Roblox. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова